Здесь у нас живут книги, да, главными жителями библиотеки являются книжки. У нас всего три зала, а в больших библиотеках очень много залов. Вот один из залов называется абонемент, откуда книжки ходят к деткам в гости домой. То есть можно взять книжечку, записаться в библиотеку, взять книжечку домой. Ну и естественно, ее нужно обязательно вернуть. Вот этот зал называется абонемент, отсюда книжечки ходят к деткам домой. Ребята, у вас у каждого в домах есть свои квартирки, да. Вот смотрите, у нас книжки живут тоже вот на таких многоэтажных домах, называется стеллаж. Это вот шестиэтажный дом для книг. И в домах у нас, как я говорила, есть квартирки, да. И вот у каждой книжечки, идемте сюда, есть свои квартирки. Проходите. Ну сюда посмотрим, я вам сейчас расскажу. Проходите, проходите. Идемте сюда, я вам сейчас расскажу. Вот посмотрите сюда на стеллажик, посмотрите. Вот смотрите, это для книжек квартирки. Каждая квартирка от книжечки. Вот это разделители, они разделяют квартирки для книг. Вот еще посмотрите, ребята. Вот это у книжечки называется корешочек. Вот корешочек это. Вот если мы ее вот так повернем, давайте вот эту вот получше возьмем. Вот посмотрим, вот корешочек, а вот здесь-то у нас вот так листочки раскрываются, да? Да. Вот здесь-то на корешочке всегда написано название книги и автор. И вот когда мы берем с вами книжечку с полочки, мы ее обязательно должны ставить корешочком наружу. Вот они, посмотрите, стоят все, все корешочком наружу. Это чтобы легче было выбирать книжечки. Подошел, посмотрел название автора и взял книжечку. Запомнили? Да. Молодцы. Пошлите туда вернемся. Нужно прийти с мамой или с папой, чтобы они пришли с паспортом. Со своим паспортом и мы вас запишем в библиотеку. Мы заведем на вас тоже вот такой вот документ. Это тоже своего рода будет у вас паспорт. Называется этот документ формуляр. Вот есть у нас вот такие тоненькие формуляры, а есть уже толстые. Детки, которые часто входят в библиотеку, берут очень-очень много книжечек, у них уже толстенькие такие формулярчики. Это вот документ ваш будет в библиотеке. Еще хочу сказать, как себя надо вести в библиотеке. Тихо. А как вы думаете, почему нужно тихо вести себя в библиотеке? Потому что читают. Да, читают. Один зал, который называется читальный зал. Туда детки приходят заниматься. Вот когда вы пойдете в школу, будете приходить в читальный зал. Да, брать там книжечки, журнальчики, будете сидеть там читать и заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok